Хочется записать сообщение. Надеемся, мир придет между Ургейной и Россией скоро. Хочу обратиться к Зеленскому. Зеленскому, вы что, вы уже 30... Вы деньги зарабатываете там на схемах себе? Не знаете, куда уже ваши деньги отмыть? В Украине. И то не на мемориал какой-то тратят, то на музей Голодомору, кому оно надо вот это? То они еще на какой-то сквер тратят, чтобы миллиарды, миллионы гривен тратят. Зачем ты на это все тратишь? Ты ли на армию трать? И чтоб народ голодный у тебя не сидел, плати им, повышай зарплаты, пенсии. У вас народ ничьи голодный сидит. Уезжают все. Знаешь, куда деньги трат, Зеленский? На ремонт гидроэлектростанций по всей Украине. Вот там в Каневе ремонт гидроэлектростанций, Каневская ГЭС. В Киеве есть Киевская ГЭС. На ремонт гидроэлектростанций всех по Украине надо тратить деньги. А не на твои голодоморы. Вы нам уже с кучей платили 1200 гривен украинцам. Нищие, когда были, что я должна была в 2005 году уезжать с Украины. Сколько? Много лет платили. Уже 14 миллионов украинцев лежит на кладбище. Так что не надо нам вот это рассказывать про голодомор. Сами голодоморами занимались ваша украинская власть. Платили нам 1200 гривен украинцам больше 20 с чем-то лет. И смеялись. Ха-ха-ха-ха-ха ходили. И уже вымерло 14 миллионов украинцев за ваши 32 года вашей независимости. Хочу подсказать, куда Зеленскому дураку деньги тратить. Ты же президент Украины. То не надо строить музей голодомора, скажи кучме. Леонид Данилович, не надо строить музей голодомора сейчас. Надо сейчас думать о том, как вернуть земли. Значит, надо забрать Запорожье, Херсон, Донбасс назад в состав Украины. Там же есть Донецкий клуб, Донецк, Шахтар. Это же Украине принадлежит. Шахтер Донецк. Это же украинские территории. Донецк, Шахтер. Значит, надо забрать. Я свое сообщение еще отдельно Путину напишу, чтобы земли Украины отдавал украинцам. Ну, вы же власть. Леонид Данилович, затоплять вам в Крыму. Не будут ремонтировать гидроэлектростанцию в Киеве, в Каневе. О, там везде по Днепру, по всей Украине. Надо на ремонт гидроэлектростанции деньги выделять и давать. Чтобы у вас гидроэлектростанция и ГЭС хорошо работала. А если ГЭС не будет, не будете ремонтировать ГЭС гидроэлектростанции в Киеве, в Каневе, по всей Украине. То взорвет какая-то турбина, затопит вам весь Киев, или весь Канев, или другие города. Затопит вам, Леонид Данилович, вашу кончу заспу. Но вам надо. Надо же клепку мать в голове. То скажите Зеленскому, дайте указку, куда им надо с Владимиром Литвином. Скажите им, куда им надо тратить деньги. Им не надо тратить деньги на какие-то кулинарные шоу сейчас, потому что война идет в Украине. Им не надо тратить деньги какие-то скверы делать, какой-то музей Голодомора. Оно никому не нужное. Народ должен быть сыт, надо тратить деньги на повышение пенсии и зарплату народу нищим. Чтобы у вас народ был нищий. С голоду не умирал, чтобы никуда не мигрировал, не уезжал. На армию, может быть, отвоевать Донбасс назад у России. И на сельское хозяйство, производство и ремонт гидроэлектростанций. А вот это ваше кулинарное шоу. Выделять деньги, миллиарды, миллионы, отмывать на схемы. Потом между собой деньги пилять. Или вот это. На какие-то скверы, музей Голодомора оно никому не надо. Уже рванет вам гидроэлектростанция, турбины в Киеве. Вы же ее за 32 года, наверное, ни разу никогда на нее деньги не выделяли, не ремонтировали. То весь вам Киев кончезаспу затопит. Оно вам надо. Давайте, Леонид Данилович, дайте ему каску. И кого вы выбрали президентом? Надо, чтобы президентом был какой-то историк. Экономист, кандидат наук исторических, востоковед. Такой человек должен быть у руля Украины. Экономист. Чтобы он все в экономике понимал. И собрал возле себя команду экономистов. Как же вы Украину собираетесь поднимать, экономику Украины, когда у вас там команду все надо менять. И президента тоже. Кстати, в Украине перевыборы делать осенью. Выбирать экономиста. Кто в экономике шурупает, понимает. Он как Николаев Заров был, он все понимал. Вот такого надо брать президента. Чтобы в экономике понимать. Который там все сделал. Чтобы команду экономистов выбрал. Чтобы Украину с разрухи поднять. После, немного после войны. Ну и ремонты не на скверы тратить. И не на кулинарное шоу деньги выделять. Не на музей Голодомора. А на ремонты гидроэлектростанций по всей Украине. На турбины, на ГЭС. Все ремонтировать. Потому что не будете ремонтировать гидроэлектростанции по Днепру, по всей Украине. То вас там рванет турбина. И затопит вам и Киев, и Каньев, и все разные города. Надо на это выделять деньги. А не на музей Голодомора в лавочку подчинить. Асфальт подчинить. Дорожку, дорогу проложить. Так что, Леонид Данилович, дайте указание. Кого вы выбрали президентом? Что у него там за команда сидит? Вот на такое надо деньги тратить. На ремонт гидроэлектростанций по всей Украине. Когда у вас военное положение. Все гидроэлектростанции по Украине. На ремонт, на сельское хозяйство, где можно сажать фермерам, помогать. Чтобы они там что-то выращивали. На производство каких-то заводов, пароходов. А я не знаю, что там. Какие у вас еще там производства работают? В Украине поддерживают. А Путину я отдельно напишу сообщение, чтобы... Еще у вас Украина в долгах. Вы 130 миллиардов долларов всему миру должны... Чтобы отдал Донбасс, Запорожье, Херсон назад Украине. Потому что там же Шахтер, Донецк, футбольный клуб. Клуб это... Донецк принадлежит Украине. Советского Шаи уже нету. Развалился Советский Союз. Спасибо за... Оттуда надо деньги тратить. Спасибо за внимание.